с вами гид в шляпе и сегодня мы на ладожском озере чем примечательно наша ладога ну начну с урока географии во первых это самое крупное пресноводное озеро в европе и второе по величине в россии после байкала в него впадает 35 рек а вытекает только одна та самая на берегах которой стоит санкт-петербург озеро большое глубокое и при этом очень частая шторма сильный ветер постоянно дует вот почему волны могут достигать высоты 6 метров ну то есть представьте себе что это где-то высота двухэтажного дома и так было всегда шторм на озере это традиционно издревле а в южной части этого озера когда-то проходил путь из варяг в греки в повести временных лет монах нестор писал следующее ну то есть он полностью описывал данный путь тут был путь из варяг в греки из греков по днепру а в верховьях днепра волок до ловати а по ловати можно войти в эльмень озеро великое из этого же озера вытекает волков и впадает в озеро великое нера и усть этого озера впадает море варяжское и по тому морю можно плыть до рима от рима можно приплыть по тому же морю к царьграду от царьграда можно приплыть в понт моря в которое впадает непр река так вот несмотря на столь подробное описание этого пути в повести временных лет ученые до сих пор спорят и не могут прийти к окончательному выводу, какой же был конкретно маршрут. Но ясно одно, что здесь рядом путь тоже пролегал. Важно было, естественно, везти товары и торговать. Да, так вот, от скандинавских городов и портов везли через Балтийское море, затем попадали в Финский залив, далее заходили в реку Неву, на которой были пороги, дальше ты попадал в Ладожское, соответственно, озеро. Если здесь ты выжил после шторма какого-нибудь, тогда ты попадал в Волхов, на Волхове тоже были пороги, ну и дальше уже ты мог добраться до Рюрикова городище, ну и потом в Днепр. Понятно, что в то время отсутствовали нормальные дороги, ну уж тем более железные дороги. Основные грузы, все товары доставляли по воде, по рекам, потому что это было гораздо проще и легче по воде доставлять. И вот тот же самый путь из Варяг в реки, он не всегда пролегал в тех местах, где было удобно и комфортно. Не всегда все реки соединялись между собой водным путем. Соответственно, кое-где корабли приходилось волочь по земле. У Рериха, кстати, есть картина, которая так и называется «Волокут волоком». Вот она прекрасно иллюстрирует данный процесс. Ладожское озеро – это единственная, скажем так, единственная дорога, единственный путь и связь города Ленинграда с так называемой Большой землей во время Великой Отечественной войны и блокады. Это было очень важным, что именно здесь работала дорога жизни. По ней из Ленинграда за все время блокады вывезли примерно 1 миллион 300 тысяч человек. Ну и, соответственно, ввозили продовольствие. Там невероятное количество тонн самых разнообразных грузов. Озеро это считается очень пресным и в 70-е годы 20 века оно, ну, гидрологи, присваивали, присваивали ему первый класс качества, то есть это была чистая вода, хорошая. Сегодня, насколько я знаю, это уже третий класс качества, то есть загрязненный водоем. Ну, а с другой стороны, какие у нас сейчас водоемы не загрязненные. Озеро, естественно, судоходное, оно глубокое. И есть теория устойчивая, научная теория о метеоритном происхождении. Ну, то есть некогда, во времена еще динозавров, видимо, упал здесь метеорит, который образовал кратер. И на месте этого кратера сегодня озеро. Потому что самая глубокая точка это 230 метров. Для сравнения Азовское море, а это ведь море, там всего лишь глубина 14 метров. Ну, и, естественно, из-за постоянных штормов здесь было за всю историю какое-то гигантское количество кораблекрушений. До сих пор на дне озера есть сокровища, ну, как считается, сокровища викингов. Ну, и очень много артефактов, которые относятся к временам Второй мировой войны. Тоже покоятся на дне этого озера. Петр Первый говорил, ему приписывают фразу о том, что моряком может считаться только тот моряк, который переплыл Ладожское озеро. И вот плавно перейду к одной из таких самых знаменитых и важных вещей, которые были связаны с Ладогой. И это строительство Ладожского канала Петра Первого. По понятным причинам его еще называли Петровским, потому что происходило это по его приказу и во времена Петра Первого. Ну, и потом немного еще после его смерти. Считается, что строительством вот этого канала Ладожского Петр Первый закладывал транспортную систему России. Ну, царю было важно, что будет торговля с западными странами. Он прорубал то самое окно в Европу, которое теперь у нас немного мем, но сейчас не об этом. Везли товары по Балтике и попадали они сюда. И дальше, естественно, они должны были ехать. До еще строительства Ладожского канала был путь, которым пользовались. Вышеволодский водный путь он назывался. Везли, в частности, металлы, например, с Урала и Средней Азии товары. И этот путь включал в том числе вот участок по озеру. А здесь еще попробуй пройди все шторма и не потерпи кораблекрушения. Так вот, их было очень много. Купцы терпели убытки. Товары не доезжали до своего потребителя. В общем, было нехорошо. И в 1718 году Петр I сдаёт указ, в котором пишет следующее. Какой великий убыток на вся годы чинится на Ладожском озере от худых судов, и что одним семь летом с тысячу судов пропало. Ну, то есть, сами понимаете, не хотелось царю терять здесь значительные средства. Петр I сам контролировал строительство. Он сам чертил план этого канала, как он должен пролегать. Предполагалось, что он будет больше 100 километров, но так и случилось. 117 километров была общая протяженность. Сначала предполагалось, что шлюзов не будет, но потом всё-таки их соорудили, придя к выводу, что это поможет контролировать уровень воды в канале и не зависеть от озера. На место строительства царь приплывал на своём любимом ботике. Ну, и, соответственно, тоже инспектировал стройку. В итоге вышло так, что канал начинается у современного местечка Новая Ладога и заканчивается здесь, в Шлиссельбурге, где, кстати, исток реки Нева. Строительство длилось достаточно долго, больше 10 лет, но на то было две основные причины. Поначалу подрядчиком строитель руководил строительством, такой Скорняков-Писарев, он нанял не самых честных строителей, плюс были здесь ещё иностранцы, в основном немцы, которые делали работу некачественно. В итоге всё это обнаружилось, провели расследование, всех арестовали. Вторая причина. Канал начали строить ещё во времена Северной войны, а потому все средства, много денег нужно было давать на войну, на строительство не хватало. И вот ускорился весь процесс уже ближе к смерти Петра, и после его смерти руководил уже потом строительством генерал Миних. И вот окончательно в 1731 году канал открыли, он заработал, так сказать, по назначению. По каналу перевозили огромное количество грузов, корабль проходил весь путь примерно за 8 суток, а всякие более мелкие суда, шлюпки, баржи и лодочки за 12 суток. В 1866 году, это время правления Александра Второго, строят ещё один канал Новоладожский, поэтому тот Петровский, искомый, начинает называться Староладожским каналом. И через какое-то время он приходит в упадок, во многих местах он пересох и обмелел. На сегодняшний день остались только части этого канала, шлюзы остались. Здесь в городе есть бетонный мост и накопительный бассейн, это тоже всё остатки того самого канала. Но ещё была одна причина, которая, ну скажем так, гораздо более важная, почему этот канал оказался не нужен. Да просто появилась железная дорога с паровозиками, и все основные товары стали перевозить по ней. И вот ещё одно знаковое сооружение на Ладожском озере, это крепость Орешек. Откуда такое название? Всё предельно просто. Остров, на котором она стоит, называется Ореховый. Попасть сюда можно только на пароме, потому что мостов, крепости нет. 1323 год. Это точная дата основания этой крепости, потому что именно так записано в новгородской летописи. Для чего, собственно, её здесь соорудили? Ну, для того, чтобы обороняться. Сюрприз от шведов. В какой-то момент шведам даже удалось её захватить в 1348 году, но довольно быстро её отбили. После чего через какое-то время крепость сгорела, а изначально она была деревянная. И далее её уже перестраивают в камни. На тот момент это было инновационное передовое сооружение для своего времени. Новый виток такой важности крепость приобретает во времена Петра уже в 1700 год, Северная война. В 1702-м Пётр окончательно занимает эти места и называет это место по-новому. Как бы основывает город. Шлиссельбург. Что означает ключ-город? Кстати, я забыла сказать, чтобы было понятнее, что 1323 год – это что? Это времена внука Александра Невского, Юрия Даниловича. Так вот, очень значительный такой, скажем так, отрезок истории этой крепости. Это даже не оборона, а политическая тюрьма. Кто здесь только не сидел? И члены царской семьи, и неугодные фавориты, и декабристы, и народовольцы, и много кто ещё. Но могу назвать лишь некоторых самых таких знаменитых арестантов. Евдокия Лопухина – это первая жена Петра Первого. Попала она сюда уже после смерти Петра по приказу второй жены Петра Первого Екатерины. При Анне Иоанновне здесь содержались братья Долгорукие, а также князь Дмитрий Голицын. А после смерти Анны Иоанновны сюда заехал Эрнест Берон, её уже на тот момент бывший фаворит. Вот, кстати, как всё меняется. Очень печальная история. Арестант-император Иоанн Антонович, номинальный правитель, попал сюда маленьким ребёнком, и до 16 лет он здесь содержался. Потом была попытка его освободить, возглавляемая Мировичем, но ничего не вышло, и во время этой попытки ребёнок погиб. Но считается, что захоронен он здесь, в крепости, хотя достоверно неизвестно место его захоронения. Декабристы, братья Бестужевы, Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер здесь отбывали каторгу в Шлиссельбурге. Известные народовольцы здесь содержались. Кстати, здесь был корпус под названием «Секретный дом». Ничего не напоминает? Тоже секретный дом был и в Петропавловской крепости. А потом построили ещё корпус новой тюрьмы. Так вот, народовольцы, самые, что ни на есть известные, Морозов, Фигнер, Флоренко, Лопатин, были здесь. Также брат Ленина Александр Ульянов и группа его, так сказать, сотоварищей, которые готовили покушение на Александра Третьего. У них ничего не вышло, их раскрыли. Здесь они содержались все, и их же внутри крепости и повесили. Теперь на месте, где их повесили, посадили яблоню, и там же висит мемориальная табличка. А захоронили их в братской могиле за стенами крепости на берегу озера. Так вот, содержание, условия содержания были очень суровыми. И очень напоминали, ну, практически были идентичны условиям содержания в тюрьме Петропавловской крепости. Заключались они в соблюдении тишины. Нельзя было разговаривать, нельзя было перестукиваться. Надзиратели также не разговаривали с арестантами и носили специальную войлочную обувь, чтобы их шаги были бесшумными. Вот эта вот звенящая тишина могла нарушаться только одним – криком сошедших с ума арестантов. Нельзя было переписываться никаких писем, никаких книг. Ну, единственное, что разрешали, это Библию. В общем, если ты нарушал эти условия, отправляйся в карцер, а там еще, естественно, сложнее. Больным арестантов не оказывали никакой медицинской помощи, и, в общем-то, им оставалось только одно – медленно умирать в своей камере. Конечно, не все выдерживали такие тяжелые психологические условия. Ну, например, Вера Фигнер, которая террористка-народоволка, но при этом достаточно выдающаяся женщина, у нее уникальная судьба вышла. Она тут 20 лет практически провела и вышла в своем уме. Но были и другие примеры. Скажем, революционерка Софья Гинсбург, оказавшись здесь, выдержала только несколько дней, после чего перерезала себе горло ножницами. В общем, вот так вот интересно здесь жилось, в кавычках. Ну, а в Великую Отечественную войну Орешек имел ключевое значение. Почему? Потому что, во-первых, его здесь обстреливали постоянно. Немцы пытались взять Орешек. 500 дней все это длилось. То есть блокада 900 дней, обстрелы здесь 500. Погибли почти все, кто оборонял крепость. Но немцам взять ее так и не удалось. Именно благодаря этому кольцо блокады не было сомкнуто и могла работать дорога жизни. Здесь, по Ладоге, вот в этом месте она и начиналась. Ну и сами понимаете, что для Ленинграда это также имело какое-то такое важное, ключевое значение. Ну, а сегодня в Орешке музей, точнее филиал музея истории Санкт-Петербурга, который очень даже стоит посетить. Что можно посмотреть на Ладоге? Вообще, в принципе, стоит ли сюда ехать? Ну, скажу лишь некоторые, так сказать, точки на карте, которые стоило бы посетить. Остров Валаам. Кстати, самый крупный остров из всего архипелага. Я говорила, что на Ладоге очень много островов. Так вот, это Валаамский архипелаг, 50 островов. Там самый крупный Валаам, где, кстати, проводили время Коинджи, Рерих, Шишкин. И создавали там свои шедевры, в том числе и там. Ну, потому что очень красиво. В Старой Ладоге есть музей-заповедник до Новгорода. Там сидел Рюрик. И, в общем-то, Старая Ладога, ну, тогда это называлось просто Ладога, была столицей Древней Руси. Там сейчас сохранилась крепость XII века. Валаамский монастырь, который был основан в конце XI века. Сам по себе город сортовало очень интересный, но что так ближе к Карелии. Природные заповедники, национальные парки, разнообразные монументы, музеи. Все это здесь есть. Ну, опять же, Шлиссельбург, крепость Орешек. В Приозерске есть крепость Карела. Там, в общем-то, тоже та же история. Это конец XIII века. Обороняли эти места от шведов для этого и построили. Но потом там была политическая тюрьма. Содержали там некоторых декабристов, а до них еще там была семья Емельяна Пугачева. Ну и так далее. Еще очень много можно перечислять всего здесь интересного. Стоит ли сюда ехать? Определенно да. Ведь тем более здесь потрясающая живописная природа. Ну что ж, на сегодня у меня все. С вами была Ира Гид в шляпе. Если хотите индивидуальную экскурсию, вы можете мне написать. Мои контакты находятся в описании к этому видео. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok